Так вот, по поводу плюсов и минусов. Во-первых, мы с вами можем составить из доступных компонентов, и это будет довольно-таки дешево. О себестоимости расскажу в самом конце. Сейчас пересчитаю и расскажу вам. Во-вторых, мы можем по цене, допустим, не отталкиваться от какой-то скидочной или не скидочной политики и составить в любое время его по той цене, по которой нам нравится. Заказали компоненты, составили и вперед. Потому что вот эти компоненты, они, конечно, да, они несколько привязаны, наверное, к сезонности, но в то же время, я думаю, что они более доступны, чем импортный готовый продукт. Что еще? Мы можем составлять с вами, добавляя разные удобрения для разных потребностей растений, да, и для разных растений у нас с вами будет получаться абсолютно разный грунт. По крайней мере, на ближайшие 5-6 месяцев, да, помним, 5-6 месяцев. В отношении лечузы всегда действует правило, что его можно использовать неоднократно. Промыл, высушил и вперед. Добавляем снова удобрения и снова можем высаживать новые растения. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас сегодня на канале УАЗИС Миссис Мит. Меня по-прежнему зовут Людмила. Я вас сегодня хочу пригласить в Святая Святых, в свою лабораторию, короче, на кухню. И меня в последнее время преследует, знаете, такая идея, составить лечузу своими руками, чтобы это было бюджетно, но ничем не хуже, чем у производителей. На самом деле мы будем использовать достаточно доступные компоненты. И также я вам озвучу, конечно, в конце видео себестоимость, сколько это может стоить, и соотношение, точное соотношение, как это у производителя, и соотношение, которое буду делать я. Поехали! Итак, про компоненты. Сегодня я устроила себе практически тест-драйв на внимательность и на меткость, да? И разделила 100 грамм субстрата, оригинального субстрата, лечузы. Я разобрала по компонентам. Давайте посмотрим, что у меня получилось. И лучшей, да, лучшей наградой за мой титанический труд, за мою работу будут ваши лайки и комментарии. Поэтому, пожалуйста, на них не скупитесь. Ну, в оригинальном субстрате нам производитель пишет, что исходные вещества пемза, вулканическая порода, циолит, удобрение, ля-ля-ля. Итак, пемза. Пемза – это вот такие вот светленькие камушки. Так, надеюсь, там будет хорошо видно. Вот такие вот светлые камушки, они составляют основную массу. Вот здесь сейчас у меня настоящая лечуза, но она подсохла, поэтому плохо видно. И компоненты я для вас намочила, чтобы понятно было, что из этого что. Второй по объему компонент – это лава. Это вулканическая лава, она темно-коричневая. И еще один компонент – это циолит. Его меньше всего. Его меньше всего. Ну, давайте посмотрим, что выбрала для составления грунта я в данном случае. Для того, чтобы составить нам лечузу, я выбрала крошку шамотного кирпича как основной компонент. Это будет основа. Но чем она отличается от той лавы, которую используют производители? Лава более покатая, более округлые гранулки. А крошка шамотного кирпича, она имеет такие немножко остренькие гранулы, остренькие грани, да, на каждой грануле. Но я думаю, что это наш грунт не испортит, потому что корешок, когда встречается вот с такими вот острыми гранями, сами, наверное, знаете, да, он начинает разветвляться, обходить его и делается более разветвленным по мере роста. Я думаю, что нам это только на пользу. Если боитесь использовать крошку шамотного кирпича, можно использовать еще, знаете, что? Грунт для аквариумов. Фракции где-то 2,5. Вот так. Потому что вот здесь крошка шамотного кирпича у меня, вот смотрите, вот она. Фракция 2,5. Вот примерно такой же фракции, если найдете грунт для аквариумных растений, это будет хорошо. Дальше. Следующий компонент, это у нас, помните, да, вот он, коричневый, лава. Лаву я покупала в литровых пакетах, другой, к сожалению, не нашла, на момент покупки другой фасовки не было. Я ее покупала в литровых пакетах. Вот эта фракция 2,4. Так, сейчас попробую вам показать. Вот эта фракция 2,4. А вот эта фракция 3,7. Но в оригинальной личузе встречается как такая, так и эдакая фракция. То есть и мелкая, и крупная. Поэтому я взяла один пакет лавы мелкой фракции 2,4. И 2 пакета буду использовать в фракции 3,7. Она немножко покрупнее, видите, да, разница налицо. У вас не обязательно делать такими объемами, как буду это делать я, поэтому можно, допустим, взять на один рецепт. Что нужно для одного рецепта, так же скажу дальше. Дальше, следующий компонент это циолит. Циолит, фардон, вверх ногами. Давайте, наверное, вот так вам его покажу тогда. Вот такой циолит вулканический для очистки воды. Что такое циолит, вы, наверное, все знаете. Он тоже как один из основных компонентов грунта идет. Я хочу добавить еще, как источник кремния, диатомит фракции 2,4. Вот такой вот трехлитровый диатомит. Он есть в меньшей фасовке, по-моему, по литру. Циолит не знаю. Циолит 5 килограмм у меня. Поэтому можно, конечно, поискать. Можно циолит заменить на... Я, по-моему, слышала, что барсик стандарт использует. Но у нас барсика стандарта, к сожалению, в магазинах нет. Ему я выписала вот такое вот циолит 5 килограмм. Напомню, да, что все ссылки на мои покупки, на компоненты субстрата я обязательно дам. Единственное, что на момент выхода вот этого видео не все, скорее всего, компоненты будут в наличии на маркетплейсах. Потому что заходила сегодня, чтобы обновить цены, да, по которым я их покупала. Вот такой большой фасовки, вот такой, по 5 килограмм, по 3 литра, она не вся уже в наличии. Но можно найти на тех же маркетплейсах, в пакетах меньшей фасовки. Найти можно. Главное, захотеть. Итак, начнем. Поехали. Так, давайте будем взвешивать, наверное, компоненты. Начнем с оригинальной лечузы. Вот эти стаканчики по 500 миллилитров. То есть умножаем на 2, получаем вес литра, да, если кому-то нужно. Половину, пол-литра оригинальной лечузы весит 400 грамм. Я все эти записки уже себе сделала, но для наглядности решила вам снять этот процесс все-таки. И давайте, наверное, взвесим мои составляющие, да. Так. Это крошка шамотного кирпича. Ее вес полкило. Полкило на половину литра. Так. Следующая у нас идет лава. Ну, лава, она, знаете, вес имеет, в зависимости от фракции, мелкая, более тяжелая, и, соответственно, крупная, более легкая. 412 грамм. Ну, примерно вот такого вот веса нам надо будет добиться с вами, когда будем составлять грунт. Так. И циолит. Циолит у нас самый тяжелый. Самый тяжелый. И его вес 526 грамм на пол-литра. Так. Ну, я еще как источник кремния хочу использовать диатомит. Он, на самом деле, это диатомит обожженный. Это обожженный диатомит. Он не раскисает в грунте, он не распадается. Специально для вас попробовала его замочить. Так. Попробовала его замочить. Вот, смотрите. Ничего с ним не происходит. Он остается такой же. Но пористости, влагоемкости в нем намного больше, чем в обычном огородном садовом диатомите. Садовый диатомит я бы не стала использовать при составлении лечузы, потому что он может раствориться, он может раскиснуть и спрессоваться. Да? Зацементировать вам весь грунт. А нам это зачем? Нам это не надо. Нам нужен обожженный диатомит. Вот. Так вот, вес диатомита 360 грамм. Он нам, в принципе, может облегчить наш грунт. Но уж если у вас будет получаться грунт достаточно тяжелый, то тогда можно взять в качестве облегчающего компонента, так скажем, тот же самый крупный перлит, перлит крупной фракции, и точно так же добавить, это облегчит грунт, потому что для растений слишком тяжелый грунт это тоже нехорошо. Хотя вот для кактусов самое оно. Ну, давайте, наверное, попробуем, попробую составить. Как, еще раз, да, напомню. Вот они наши три компонента. Я, разобрав, сделала вывод, что основная часть, это около, наверное, 7,5-8 частей должен составлять основной компонент. Где-то около полутора частей у нас должна занимать лава в грунте, и одну часть мы добавляем циолита. Сейчас я попробую из этого расчета сделать грунт. Так, ну вот давайте, наверное, начнем с основного компонента, да. Это крошка шамотного кирпича. Ух, немного пылит, да. Это у меня пол-литра. При составлении буду ориентироваться на объем. И вот еще примерно 250 миллилитров. Это у нас получается 7,5 частей. Где-то так. Дальше. Следующий компонент это лава. Вот она. Высыпаем одну часть и еще половинку. И вот у меня одна часть циолита. Вот так. Причем я еще буду основываться, когда буду делать выводы. Мне еще хочется замерить хотя бы ориентировочно влагоемкость этого грунта. Вот мы и посмотрим. Я сейчас хорошенько перемешаю, чтобы вам не брякать, да. И покажу, что получилось. Вы только посмотрите, какая красота. И это он еще практически сухой. Вот здесь... Господи, кто? А, личуза. Да, оригинальная личуза. Она у меня совсем высохла, поэтому я ее чуть-чуть сбрызнула, чтобы мы только смогли с вами рассмотреть, да. Ну вот по компонентам, вот это осмокот, желтые гранулы, я сюда еще осмокот не добавляла. Вот, смотрите, так и вот так. Примерно одно и то же получилось. Видите? И давайте, наверное, сориентируемся на вес. Я сейчас насыплю стаканчик, ну, чтобы не шуршать. Вот, смотрите, насыпала пол-литра. И у нас по весу 478 грамм. Немного тяжеловато. Но давайте, наверное, еще добавим сюда диатомид. Он сделает смесь более легкой. И в то же время добавит нам в состав кремния. Я думаю, что это будет очень даже неплохо. Опять же, если вы хотите сделать смесь еще более легкой, можно взять фракцию в основном крупную, да, лавы. Не брать мелкую, но я взяла вместе с мелкой, так что у меня может быть немного потяжелее. Так вот, добавляю диатомид. И еще раз хорошо перемешиваем. Так вот, смотрите, это уже с диатомидом смесь. Вот, видите, вот он рыженький такой немножко. Вот. И 500 миллилитров вот такой смеси 468 грамм. По большому счету, я еще раз вам повторю, что можно взять фракцию побольше, покрупнее лавы. Добавить немного больше диатомида. Но вот с циолитом я бы перебарщивать не стала, он достаточно тяжелый. Я верну свою смесь обратно, потому что в ней нет еще удобрений. Нет, мне все-таки захотелось сделать грунт немного более воздушным, да, немного более легким. Поэтому я добавлю еще одну часть лавы и одну часть диатомида. Лаву крупную взяла. Вдобрения мы с вами можем внести абсолютно любое. Для развития листовой массы с преобладанием азота, для лучшего укоренения, для развития корневой и для цветения. Это уже как вам будет угодно. Я покупала вот такие вот банки со смокотом. Вот. Но вот это самый оптимальный вариант, потому что килограммовые, они почти в два раза дороже стоят. И в баночках 700 грамм. Самый оптимальный вариант, самая оптимальная фасовка. Вот смотрите, вот здесь с преобладанием азота для наращивания листовой массы. Вот это для цветения. 11,11,18. Где? Вот. 11,11,18. Как пишет производитель, на 1 литр почвенной смеси, ну у нас здесь тоже соответствующий объем, да, это будет зависеть от того, сколько вы сделаете себе грунта. Добавляем неполную чайную ложку на литр. Где-то 4-5 грамм. Сейчас покажу вам. А, даже 3-4. 3-4 грамма на литр субстрата. Вот. Это еще один из плюсов лечузы. Сделанный собственными руками. Мы с вами не проверили еще грунт на влагоемкость. Сейчас мы с вами это сделаем. Сейчас я насыплю оригинальную литр в один стаканчик и свой получившийся грунт в другой. Мы это дело зальем водой. Потом через 30 минут воду сольем и взвесим оба стаканчика. Смотрим, что у нас по влагоемкости. Это тоже очень немаловажный параметр, правда? Вот. Сейчас я приготовлю стаканчики с грунтами. Слушайте, а составленный грунт мне нравится даже немного больше. Вот, мне кажется, вот здесь попало чуть больше лавы. Ну, лавы я, в принципе, всегда могу добавить, да? И, в общем-то, это будет оправдано, потому что у меня грунт еще получился немного тяжеловат. Поэтому можно его дополнительно облегчить. Так вот, почти сухая лечуза. Почти сухая лечуза. 100 граммовый стаканчик. 76 грамм. Так, 76 грамм. И вот у меня с моим составленным грунтом. Ну, 86, да? По идее, надо бы, конечно, уравнять. Сейчас я уберу отсюда немного. Для чистоты эксперимента. Вот, точно, 76 грамм. Хотя по объему немного меньше. И теперь я залью вот эти оба стаканчика водой до краев. Вот, залила водой. Видите, вода везде. И через 30 минут мы посмотрим, какой из субстратов более влагоемкий. Друзья, время вышло. Да, давайте, наверное, взвесим, да? Оригинальная лечуза. Она с горочкой получилась, потому что я ее все-таки отбрасывала через ситечко, да? А мокрая лечуза, она обратно так не встанет. Потому что там, видите, эти промежутки получились. Ну что, я не увеличивала объем, нет. И вес, итоговый вес, да, промоченной лечузы за 30 минут 90 грамм. Так. И посмотрим наш составленный грунт. 96 грамм. Вот он тоже немного увеличился при отбрасывании через ситечко. То есть, влагоемкости немного больше вот в этом грунте даже, чем в оригинальной лечузе. А для нас немаловажно, согласитесь. Вот там немножко все-таки стекает вода. И здесь, и здесь примерно одинаково. Вот. Вот таким вот образом все это выглядит. То есть, я делаю вывод, что влагоемкость у нашего составленного субстрата даже немного больше. То есть, пористые компоненты, они, в принципе, дают себя знать. Правда же? Вот. Что хочу сказать по себестоимости. Ну, давайте так. Положа руку на левое плечо. Рассчитала, да, пока у меня все это дело стояло. Если мы берем и добавляем в составной грунт не полторы, как в оригинальной рецептуре, да, а две с половиной части лавы. И плюс еще добавляете две части диатомита для того, чтобы сделать грунт более легким. Тогда из одной рецептуры у вас получается 13 литров грунта, и его стоимость будет для вас в районе 1300 рублей. 1286 у меня получилось. Ну, плюс там еще добавьте стоимость от Смакота где-то рублей 13 он и будет стоить. Вот. Где-то около 1300 рублей 13 литров. На данный момент на маркетплейсах лечуза уже с удобрениями, со всеми делами, она стоит где-то, по-моему, по распродажной стоимости, она не опускалась в этом году ниже 2400 рублей. Вот так. Вот так, почти вдвое. Едем дальше. Если мы берем оригинальную рецептуру, да, и добавляем вместо двух с половиной, чтобы облегчить грунт, всего полтора объема лавы, и не добавляем диатомит, да, это все-таки ведет к удорожанию, хоть и улучшению нашего субстрата. Ну, если брать оригинальную рецептуру, мы, как я уже сказала, да, в начале видео, берем основы семь с половиной частей, полторы лавы, плюс одну циолита. И тогда у нас с вами себестоимость еще серьезнее снижается. С вами получится 10 литров, и он нам обойдется в 845 рублей на сегодняшний день. Плюс где-то рублей 10 осмокот. Ну, грубо говоря, да, 855 рублей себестоимость 10 литров личузы самосоставленной. Я не думаю, что она очень сильно по свойствам будет отличаться от оригинальной. А, ребят, знаете еще, что забыла сказать? В этом году мы с девчонками пробовали, вернее, я еще не пробовала, я ее только купила. Есть такая вещь, называется личуза базик пон. Личуза базик пон. Это точно такая же личуза, как и вот эта, да, личуза пон. Она без торфа и без удобрений. То есть удобрения в нее не внесены. Она, конечно, стоит дешевле, она в пределах 1944 рубля, по-моему. Ну, что-то около 900 рублей вот она была. Но у нее объем идет на продажу, да, 6 литров. И вот этот вот полный расчет и ссылки, где и чего, какие компоненты я покупала, я, конечно, оставлю для своих подписчиков. Это будет доступный материал в Дзене. Пожалуйста, переходите, подписывайтесь, я буду вам очень рада. И в любом случае этот материал, он будет как доступное пособие для вас. Причем предоставлю совершенно разные рецепты, да. Оригинальный рецепт личузы, то, что я выяснила, плюс с добавлением диатомита. Вполне возможно, что я насмелюсь и сделаю еще более легкий субстрат с добавлением перлита. Возможно. Но гарантии нет. Меня вполне устраивает и по рыхлости, и по плотности, и по влагоемкости именно вот этот субстрат. Вот. Вот такие вот пироги с котятами. Я надеюсь, что я была со своим видео полезной для вас. Как составить личузу терапон. Если будет такая возможность, я обязательно сниму, потому что это тоже возможно. Терапон точно так же можно сделать своими руками. Есть у меня одна девушка, у которой я по блату попрошу взвесить. Ну или как-то свяжемся. Может быть, она нам в этом отношении поможет. Мне вот такой вариант нравится даже больше. И по цене, и по качеству. Кстати, по качеству, ребят. Я сейчас сливала воду со стаканчиков. Я могу вам, конечно, показать свои грязные раковины. Но они не очень грязные. Это пятна от чистящего средства. Поэтому внимания не обращайте. Обращайте внимание на примеси, которые я слила вместе с водой. Вот это оригинальная личуза. А вот сюда, в раковину, я сливала свой составленный субстрат. Для самых дотошных. Он мало того, что получается дешевле. Он получается чище. Он получается лучше. До этой веселой, оптимистичной ноте позвольте мне с вами попрощаться. Пожелать вам успехов в выращивании ваших любимых растений. И хороших и недорогих вам для них покупок. Пусть ваши растения всегда вас радуют. Успехов вам и добра. С вами была Людмила. У вас здесь миссис Смит. Всех люблю. Всем пока.